Доброй ночи, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня среда, 1 декабря 2021 года. Я вас приветствую из Брюсселя и мы продолжаем говорить о политике. Итак, у меня благая весть для всех тех, кто верит в права человека, для всех тех, кто верит в возможность построения государства, где царит верховенство права. Потому что сегодня суд первой инстанции города Намюра в Бельгии установил незаконность, установил незаконность QR-кодов и повелел правительству Волонии вернуться в законное русло в течение 7 дней. Это прекрасная новость, это грандиозная победа бельгийских правозащитников, которые очень грамотно составили свой иск к правительству Волонии. Волония это регион Бельгии, франкоязычный регион. Это значимый регион страны. Город Намюр это столица этого региона, где заседает правительство, где заседает парламент. И вот судья трибунала, потому что суд первой инстанции здесь называется трибуналом, действительно признал то, что сегрегация поддана короля по принципу здоровья, по медицинскому принципу совершенно невозможна. Это незаконно в первую очередь, но также здесь и другой очень важный вопрос, поскольку ваша медицинская информация, это медицинская тайна, она защищена, вы защищены. Это индивидуальные права, которые защищены Европейской конвенцией по правам человека. То есть это очень серьезно, поэтому судья в намюре признал правоту жалобщиков, то есть правозащитников. И соответственно он повелел вернуться в конституционное законное русло в течение семи дней. А если правительство Волонии не одумается, в течение семи дней не вернется на путь истинный, то они должны будут платить 5000 евро в сутки, как штраф за невыполнение постановления суда. Конечно, я так подозреваю, что в правительстве Волонии всплакнули, но потом утерли слезы и объявили в пресс-релизе, что завтра утром, то есть сегодня утром, они пойдут в суд обжаловать это постановление, обжаловать этот вердикт. И, конечно, тут стоит вопрос, насколько реально то, что следующая судебная инстанция, там уже не будет спектакля, потому что вы знаете, что мы общество спектакля, нам очень нравятся судебные заседания, представления. Следующий этап будет чисто документальный, то есть суд высшей инстанции будет рассматривать чисто с процессуальной точки зрения это дело, поэтому шансы на то, что они вступят в противоречия с судом первой инстанции, то есть с трибуналом невелики, поскольку действительно то, что сказал судья, это аксиома. Никогда такого не было, это невозможно устанавливать апартеид на основании состояния здоровья, это, конечно, полный нонсенс, это апофеоз абсурда, скажем так, но, тем не менее, правозащитники готовы продолжать борьбу. Если такое случится, если суд высшей инстанции решит дело в пользу правительства Волонии, то они пойдут дальше, они пойдут в Европейский суд по правам человека. Но это еще не все, дорогие друзья, потому что действительно в Бельгии очень сильные правозащитные группы и они будут судиться в следующий раз 8 декабря уже в Брюсселе. Они подали в трибунал Брюсселя аналогичный судебный иск об отмене QR-кодов как незаконного явления, незаконного требования, которое совершенно не соответствует вообще ничему и грубо нарушает права граждан, фундаментальные права, права человека. Поэтому следующий спектакль будет в Брюсселе. Я надеюсь, потому что там действительно сидят очень принципиальные судьи, это будет точно такой же исход. И это дело направится затем по требованию потерпевшей стороны, оно направится в высшую судебную инстанцию. Скорее всего, это будет тот же самый сценарий. Но я хочу сказать, что бельгийские правозащитники настроены серьезно, то есть они будут продолжать судиться, пока они не дойдут до самого высшего суда по правам человека, что, конечно, с политической точки зрения крайне нежелательно для Бельгии, потому что вы представляете себе, что Бельгия это де-факто столица Евросоюза. И здесь находится множество различных посольств, более 5000 дипломатов, то есть это центр международной жизни. Поэтому для имиджа страны это крайне нежелательно оказаться в Страсбургском суде по правам человека в качестве злодея государства, государства, которое нарушает права человека и одновременно является домом, европейским домом, столицей, можно сказать, де-факто Евросоюза. То есть я склонна к тому, что трибуналы высшей инстанции, то есть суды высшей инстанции, не будут вступать в противоречие с судами первой инстанции. Это мое личное мнение. Но хотя, конечно, такое тоже возможно. Но я опять-таки подчеркну, что правозащитники в Бельгии это очень сильные и серьезные организации. И они будут продолжать свою борьбу. Также эта борьба вдохновляет сейчас и французов, потому что французы уже заметили, что происходит в судах Бельгии. Поэтому, скорее всего, их правозащитники тоже начнут процессы. По крайней мере, многие выразили такие надежды. Сейчас социальные сети просто кипят, поскольку такое невероятное событие. Отмена QR-кодов. Это просто перчатка в лицо глобалиста. Вы понимаете, кто стоит за этим. Поэтому это определенное такое состояние эйфории, наслаждения у всех, кто защищает права человека, чтобы такая победа в судах возможна. Поэтому я тоже очень серьезно и искренне надеюсь на то, что эти процессы будут повсеместны во всех странах Евросоюза и не только. Также в Швейцарии, поскольку в Швейцарии в настоящий момент, судя по всему, 38% граждан категорически возражают против QR-кодов. Это немало. Поэтому будем надеяться, что и там процесс пойдет в нужном русле. Нужное русло, я считаю, это русло прав человека. Потому что, конечно, это чудовищно, когда вы лишены всех прав и вы должны платить налоги. И фактически вы не можете пользоваться ничем, просто потому что вы отказываетесь участвовать в эксперименте. Потому что не стоит забывать, что в настоящий момент это всего-навсего эксперимент. И нет продукта на букву В, а есть экспериментальный агент. И у нас все больше и больше негативной информации об этом агенте. И та компания, которая производит этот агент, это компания Рецидивист, которая платила колоссальные миллиардные штрафы за коррупцию. Поэтому, дорогие друзья, это не стоит забывать. И в настоящий момент уже была негативная информация официально. Как вы знаете, продукты некоторых компаний уже были запрещены, потому что очень серьезные сопутствующие негативные эффекты. И в настоящий момент, в частности, британские врачи, поскольку у них идет, мы уже говорили об этом, идет экономическая война за раздел рынков между различными фармакомпаниями. В настоящий момент британские фармакомпании ведут настоящую полномасштабную войну против Pfizer. В то время как Pfizer начал первую борьбу за европейский рынок. Pfizer начал первую войну против Astra. И я искренне надеюсь на то, что эти войны, таких динозавров, знаете, как Джурассика парк, как парк юрского периода, закончатся чрезвычайно благоприятно для нас. Потому что я думаю, что разоблачение не заставит себя ждать в первую очередь. И, конечно, я очень с большой надеждой смотрю на правозащитников, которые, как вы видите, отстаивают наши интересы. И я думаю, что за бельгийскими правозащитниками последуют многие другие. Как думаете вы, как обстоят дела в ваших странах, пишите, пожалуйста. Обязательно пишите, откуда вы, потому что очень часто вы пишите у нас, у нас. Но как нам знать, где у вас. И без этого географического определения, без топонима нам очень сложно ориентироваться в этой информации и принимать ее к сведению. Желаю всем удачного дня. Я благодарю всех за комментарии, за лайки, за дублирование лайков предложениями. Спасибо, мне было интересно. Ставлю лайк. Я благодарю всех за донейшн моему каналу. Я благодарю всех, кто верит в его развитие. И даже, я хочу сказать, и даже хейтеров. Потому что они также создают активность алгоритмов. Итак, я жду ваших комментариев. И всего доброго.